Всем привет! Продолжаем разбирать возможности языка C++17 нового стандарта. И сегодня кратко взглянем на такую штуку под названием декомпозиция. Очень удобная и классная вешача, я бы сказал. Ну, короче, удобно. Что это такое? Ну, в обзоре вы уже видели, ничего особо нового здесь тоже не будет. Кратенько пройдемся и вспомним. Итак, декомпозиция. Пример первый. Вот у нас есть массив. И массив из трех элементов. Теперь, ну как теперь, и раньше так можно было, но теперь это удобнее. А что можно было раньше? Да вот так вот в массиве хранить координаты объекта. Не обязательно для этого создавать структуру, называть ее позишн, там еще что-нибудь. Ну, то есть мы же сами художники, мы сами рисуем свой мир. Мы так видим. Вот. И теперь вот так вот можно, можно, можно вот так вот разложить этот массив из трех элементов на вот такие вот составляющие. На x, y и z. Вот. Кроме всего прочего, ну, это мы получим копии. Можно получить ссылки на эти объекты и менять их, потому что в данном случае значение этого массива, вот это 1, 2, 3, не изменится. Давайте вот так вот. 10, 20, 30. Здесь 10, 20, 30. А в этом случае изменится, потому что мы получаем ссылки. И вот я здесь написал r reference, x reference, y reference, z. Вот. Ну, можно и вот так вот извратиться. Двумерный массив. Конечно же, вы скажете, ведь в C++ лучше пользоваться массивами, встроенными. То есть у нас есть вектора, у нас есть array, ну и другие контейнеры. Можно, но это просто я показываю возможности. Что такое там, как бы декомпозиция. Вот в данном случае у нас двумерный массив. Который имеет два элемента, каждый из которых по три элемента. И вот здесь можно в цикле пробежаться и получить значение каждого. Дальше пример B. Пример B. Ну да, это будет, блин, ну не нуда, а просто. Пример будет в репозитории. Как и все вот это вот тоже. Так, вот структура. Структуру тоже можно точно так же декомпозировать. То есть разложить. Вот x, y, z. И вот у нас функция возвращает getPost. И вот здесь точно так же. То есть не надо писать авто, там какая-то переменная, а потом это переменная .x, .y, .z. Вот так вот легко и просто это можно сделать. Вот. Понятное дело, декомпозиция происходит только если у нас здесь все открыто. То есть паблик. Если будет здесь private модификатор, ничего не получится. Вот, декомпозиция работает с парами, кортежами, с пользовательскими типами, ну там и с массивами. Вот. Дальше. Пример C. Ну, пример C здесь просто. Массив. Массив. Вот этих вот элементов, вот он, position, да, три элемента. И вот можно в цикле, вот прям вот так вот в цикле, for, пробежаться по всем трем элементам. И получить значение каждого. Вот x, y, z. Получается h, u, z. Ну, вот так вот так. Пример 4. В примере 4. И вот мы получаем дерево. GetMap. Какое-то уже дерево. Готово. Точно так же в цикле получили дерево. И бежимся по каждому элементу этого дерева. И декомпозируем, раскладываем на world. И id. То есть получаем слово и id этого элемента. Все по аналогии. Все удобно. Ну, и вот еще есть такой примерчик. Я уже добавил непосредственно перед записью видео. Вот у нас какое-то дерево есть. Мы добавляем элемент insert. Insert возвращает у нас два элемента. Первый. Это тот элемент, который был вставлен. В данном случае вот. А вот-вот это у нас пара. Пара чего? Ключ значение. То есть вот это ключ. Это значит, значит, вот это у нас пара. А вот это результат. То есть дерево возвращает вторым элементом, да, результат. Получилось ли или не получилось. Это буллинский тип. True или false. А вот здесь мы должны получить, если все произошло успешно, мы должны получить вот такой элемент. 4, 44. Вот. Ну, запускать я это не буду. Давайте запущу. Ладно. Запущу. Вот мы получили наше дерево предыдущее вот в этом примере и вывели их значение. А вот в этом мы сейчас получим. Как? Мы уже получили. Окей. Так. Вот получили вставленный элемент first, second. А в консоль, точнее, в терминал я вывожу, правда или неправда, вот единичка, true, значит, операция вставки произошла, выполнилась, точнее, успешно. Поэтому всем спасибо за внимание. Подписывайтесь, делитесь этим видео, комментируйте. И все такое. Всем спасибо за внимание. Всем пока.